Иллюзия Авторская программа Алексея Ледяева Иллюзии и реальность Давайте откроем откровение 2 главу Отвертим я не отклассом с грамотой трону долю Ангелу Ефесской церкви напиши так, говорит, держащий семь звезд десницы своей Ходящий посреди семи золотых светильников Знаю дела твои, труд твой, терпение твое За то, что ты не можешь носить развратных Испытал тех, которых называют себя апостолами Они не таковы И нашел, что они лжицы Ты много переносил, имеешь терпение И для имени моего трудился, и не изнемогал Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою Элезис драудзей, Энджелем раксти, таза, ka tas, ka tur labējā rokā septиņа зваигзнес, un kas staigā, septиņа зелта лук tur виду Историки говорят, что там было 70 тысяч человек Там пастором был Тимофей Которого однажды убили Которого однажды было 80 лет И там было трудно работать Но благодаря этой любви Иисус здесь предъявляет этой церкви Он говорит, ты много работаешь Ты молодец Ты не сносишь развратных Ты по-прежнему так же трудишься Но говорит, имею против тебя Ты оставил первую любовь И я последнее время увидел Что во многих церквях И во многих сердцах Люди продолжают работать Люди продолжают молиться Люди продолжают жертвовать Но уже не так Как это было в начале Иисус говорит Ты оставил первую любовь Я знаю, что у каждого человека Была первая любовь Даже не говоря о Боге Когда мы учились в школе У нас была первая любовь Какому-то парню девушка понравилась Какой-то девушке парень понравилась Я знаю, что эти переживания Есть сердце каждого человека У меня в подъезде там молодые живут Я помню, возвращаюсь ночью поздно Я знаю, что-то И стоят парень с девушкой В подъезде Капни талпу Всю ночью Вису накте Держся за руки И смотрят друг на друга Когда человек с девушкой становится Мужем и женой Особенно, когда проходят годы И уже нет самой любви Уже есть обязанности У мужа обязанности перед женой У жены обязанности перед мужем У них общая жилплощадь У них общие дети У них общие деньги Это все их связывает И когда уходит любовь То многие продолжают жить Многие продолжают вместе сосуществовать А любви уже нет Так вот Иисус Не хочет, чтобы между нами это встало Когда мы пришли к Богу У нас не было служения У нас не было обязанностей У нас не было ничего общего с ним Кроме любви Кроме любви Я когда вспоминаю эти первые переживания Когда я только уверовал Я сказал первую молитву Я когда вышел из этого собрания Я там просидел 5 часов И у меня была первая мысль Я 5 часов Сидел на домашней группе Не курил И не хочется Что со мной произошло Я не могу так Я пошел купил сигарету И закурил А из пипею А из смеетей Закурил А внутри голоса Дима не курит Дима не пипею Я ворозу сигарету Я измечу сигарету Кто сам разговариваешь Курши от маним runа Думаю, нет Взял вторую сигарету А петь закурил А мне опять внутри голоса Можешь больше не курить Я думаю, что ты со мной разговариваешь Я помню первые переживания Я говорила, Дух Святой Разбуди меня в шесть утра Не в пол седьмого Не в пол седьмого Ровно в шесть Я думаю, что это надо же Бог так относится ко мне Что готов работать у меня будильника Я помню, как я вставал Я еще не умел молиться Я включал магнитофон Закрывался двери Вставал на колени И молился Просто молился Начал на языках Потом языки заканчивались Думаю, что же еще сказать Богу Смотрю, всего две минуты прошло Я тогда нашел Самый длинный псалом Это 118 Я говорю, Иисус Я еще не знаю, что тебе сказать Я прочитаю тебе Самый длинный псалом Я брал и ту Почитал ему псалом И знаете что? Я такое блаженство переживал Из-за того, что я читал Это самому Богу Меня с ним не связывало Никакое служение Мне не нужно было молиться Только потому, что я проповедую Мне не нужно было читать Библию Для того, чтобы найти там откровение Я новую завету проглотил за неделю У меня была жигули Такая Теща подарила Севсмати Я на ней ездил Я Библию ложил сюда на панели Чтобы все видели, что у меня Библия Потому что прав у меня не было Я Библию ложил туда Я думаю, что будет бесов отпугивать С полосатами палочками Я еще не знал, как проповедовать Я не знал, как человеку проповедовать Я еще не учился в библиейской школе Я еще не прошел никаких курсов Ну просто вам не горела такая любовь к Богу Что я шел и проповедовал Я людям говорил Вам нужен Иисус Они говорили, ну подробнее объясни Я говорю, подробнее я еще не знаю Но я знаю, что он вам точно нужен Он меня вошел И мне так классно Они говорят, ну как классно Я говорю, что наркотики пробовал Ну, так это лучше Секс пробовал Пробовал Так это еще лучше И они не могли меня понять Понятно, я не мог объяснить Первые люди Они мне говорили А что нам теперь делать Я говорю, надо покаяться Они говорят, а как Я говорю, ну я пока не знаю Я еще эту молитву не выучил Ну я знаю человека Пойдем со мной Я брал человека Он уже готов покаяться А я не могу сказать молитву покаяния Знаешь, такое первое любовь Я знаю, что это первое любовь Я как тебя ничего не связывает Только любовь Готов стоять всю ночь в подъезде Еще нет детей Еще нет общих дней Еще нет общей квартиры Общий подъезд Они всю ночь стоят и смотрят друг на друга Нам нужно вернуться к этому времени Когда нами двигала первое любовь Я помню, что я после некоторых собраний не мог спать Бог так сильно меня наполнял Что я просто не мог спать Я всю ночь думал о Боге Я всю ночь думал о Его царстве Я всю ночь думал, как продвинуть Его царство Я строил планы Я помню, как меня в тюрьму посадили Я уже верующий был Приехал в милицию на ручки отделе и увезли Ну, бывает такое А я не обращенный Я зашел в камеру Сел Думаю, буду поститься Пока не выпустят Через полчаса Не, не буду поститься Вдруг не выпустят Я им начал проповедовать Всем Сначала милиция начал проповедовать Они все, пастор, все, все, все Хватит пастора нам рассказывать Я зашел в камеру Думаю, не хотят менты слушать Буду всяком проповедовать Начал им проповедовать Вся камера покаялась Мне Библию передали Я еще сам ее не прочитал Но я делал вид, что я знаю Все места открывал Я начал читать И они все меня слушали Там ячейка была без перерывов Каждый день Каждый день Камер я там находился, там всегда была ячейка Я говорю, сейчас я вам от Матфея прочитаю И все от Матфея читал Я говорю, вы поняли, как умна написана Что такое первая любовь? Я когда тебя никто не пинает на евангелизацию Я проходил мимо людей Вот так человек проходил мимо меня Просто на улицы Я никому ничего не должен Я никому ничего не обязан Меня пастыр не накручивал два часа, чтобы я шел проповедовать Я просто шел за молоком в магазин И проходит мимо женщина И у меня мысль такая в сердце Она же пошла в ад А ты мог ей рассказать Но меня такой ужас нападал Я разворачивался Догонял ее Говорю, женщина, подождите Она говорит, что такое? Я забыл вам что-то сказать Вы идете в ад А что правда? Я говорю, Иисус может вас спасти Может такое первая любовь? А ты еще не знаешь, как проповедовать А ты идешь и проповеду Иисус дальше говорит Вспомни, откуда ты не спал Самая большая высота отношений с Богом Это даже не наше служение Это не наши часовые молитвы Даже не те переживания, которые мы имеем здесь в церкви Самая большая высота отношений с Богом Это первая любовь Первая любовь Первые переживания Они незабываемые Да, кто-то переживал так? Или я один так переживал? Я был так влюблен в Иисуса Что я ему говорил Ты можешь все у меня забрать Только не забери у меня этого состояния Когда я не мог молиться Я просто говорил ему псалмы Ему это не так нравилось И мне это нравилось У меня это нравилось Даже молитвы учить не надо Псалмы прочитал Псалмы излазили Я помню, как песни вот эти все пели Я половину слов не понимал Псалмы излазили Вот эта песня Ибо он блах И все такие Ибо он блах И все такие Ибо он блах Ну я таких слов не знал Мне послышалось там Ио флам И я такой Ио флам Ну думаю, ну Ио флам Так ио флам Ио флам Ио флам Я помню, когда снилась, что я курю Или матюкаюсь Просто во сне мне снилась Не то, чтобы я в реале матюкался Я вообще до покаяния Матам не ругался Я им разговаривал А когда я уверовал Матюки исчезли И мне вас не снится Что я матерюсь Я просыпался в ужасе Я матерюсь Вот что, как первое любовь А когда ты спишь Тебе приснился грех И ты просыпаешься в раскаянии Ты просыпаешься И ты жалеешь, что дьявол украл твой сон Давайте вернемся туда Давайте вернемся в это состояние Иисус говорит Молодец, ты много работаешь Ты по-прежнему говоришь хорошо Ты по-прежнему грешников выгоняешь Не сносишь их Грешников не понес Матю говорит, ты имеешь против тебя Ты потерял любовь Почему Иисус не мог с фарисеями общаться Потому что у них были правила Они все делали по закону Они все исполняли Они 10 тесу так тщательно платили А Иисус говорит Вы самое главное оставили Это любовь Это милосердие Это вера Вы самое главное оставили Мы можем выглядеть очень хорошо Мы можем очень правильно говорить Мы можем даже очень правильно себя вести Но если выветрить вот эту первую любовь То, что нас связывалось с Иисусом Когда у нас ничего не было Я знаю, как уменьшаются по жертвованию Когда у нас ничего не было Мы выворачивали карманы И отдавали все, что у нас было Все до копейки И говорили Иисус Когда ты меня благословишь Я продолжу точно так же жертвовать Если сравнить с процентным отношением Сколько мы жертвовали тогда И сколько мы жертвуем сейчас Это в сотни раз меньше Как мы жили тогда Как мы живем сейчас И то, что мы отдаем сейчас Богу Это в сотни раз меньше Знаете почему Нам нужна первая любовь Нам нужно вот это первое переживание Помните, как в книге от Марка Иисус в третьей главе призывает учеников И Он говорит Я посылаю вас Я даю вам власть Идите, изгоняйте бесов Идите, исцеляйте больных Идите, воскрешайте мертвых И они пошли Проповедовали Изгоняли бесов Поскрешали мертвых Исцеляли Еще ничего не умели Всего лишь третья глава Они еще ничего не прочитали Они просто как неопытные Один пророк говорит Неопытный пойдет и не заблудится Аминь Вот почему первые люди Которые только появились в церкви Они больше всего приводят людей к покаянию Знаете почему? Они еще неопытные Но у них много любви к Богу И они готовы для Него делать все И когда человек долго в церкви У него уже много знаний Он уже знает как проповедовать Все законы Может все объяснить Уже все Служение Его поставили лидером Или пастором Только он уже никого не приводит Только он уже так не проповедует Как тогда Только он уже так не молится Как тогда Потом в шестой главе от Марка Иисус опять их призывает Двенадцать И опять им говорит Я посылаю вас Я снаряжаю вас Я наполняю вас помазанием Идите И они опять пошли И опять молятся Бесы выходят Все получается Великая радость В девятой главе Иисус пошел помолиться Ученики остались снизу горы Мужик приводит своего сына А где Иисус? Он пошел молиться Что это за проблемы, мужик? У меня сын одержимый Можете помочь? Нет проблем Мы бесов легко изгоняем Мы вообще все проблемы решаем Мы теперь профессионалы Начинают молиться Бес не выходит Не понял Начинают еще молиться Бес все равно не выходит Что такое? А давайте по методу Деррика Принца Разрушаем проклятие Не выходит Давайте по методу Бобе Ларсона По Бобе Ларсона методею Исселене душей Весел с зидиношей Предки Убирайтесь Не получать Что такое? Нет уже любви Потому что это единственная И самая сильная связь между нами и Богом Мы можем все знать Но если мы утратим эту любовь Иссус говорит Я сдвину твой светильник Многие церкви Продолжают свое служение А их светильник сдвинут Больше там нет исцеления Потому что светильник сдвинул Там больше беса не выходят Потому что светильник сдвинут Там больше нет покаяния Потому что светильник сдвинут Я когда читал про пробуждение в Уэльсе И там люди начали молиться Они начали молиться Этот лидер пробуждения Эван Робертс он был так влюблен в Бога он так сильно молился что иногда выходил с молитвы и его лицо сияло как солнце и люди закрывались от этого света и когда он приходил в собрание и говорил, я так переживаю Бога я так переживаю Его прикосновения и люди своим неверия они тущили этот огонь и так было несколько лет они считали, что он сумасшедший но когда грянуло пробуждение в этом королевстве жило 200 тысяч человек 100 тысяч было в церквях по сравнению которых было по 50 человек в церкви когда началось пробуждение у них сразу стало 5 тысяч они даже не знали, что с этими людьми делать знаете что? Бог не дает иногда людей потому что служители не знают, что с ними делать они уже давно забыли, как новообращенным проповедовать они уже давно забыли, как пахнут новообращенные вы знаете, что грешники воняют даже не говоря о бомжах грех он вонючий грешники воняют и знаете что? когда в церкви воняет грешники это живая церковь в этой церкви есть любовь которая является миру и когда мы вчера пришли с пастором Алексеем он говорит говорит, бомжи лазят по всей церкви говорит, даже у меня в офисе и пастор Алексей спустился в подвал там, где им раздавали одежду ну и он смотрит там тоже подкосил под них нашел какую-то игрушку одну бомжу можно взять? бери тут все бесплатно бери сколько надо халилюя халилюя мы не должны потерять эту первую любовь мы не должны оказаться в девятой главе и уже ничего не можем делать в третьей главе исцеляем в шестой главе исцеляем а в девятой в десять раз больше исцеляем десять лет назад молился час в день а сегодня буду три часа в день молиться халилюя халилюя